Дарроу, чуваки! Сегодня будем смотреть маразм от ЧВК Редан хотят запретить! Я вообще как бы хотел посмотреть сначала вот этот вот видос, но похуй, вы все прекрасно уже знаете, кто такие ЧВК Редан, а если не знаете, то интернет вам в помощь, а мы начинаем ЧВК Редан хотят запретить маразм! Я хочу поговорить про запрет Редановцев. Как бы, вот то, что их хотят запретить, сразу скажу, это более-менее, чем нормально, потому что... Да какие-то долбоёбы, блядь, кто их вообще... Ну, типа, понимаю, там фанаты у них есть, ну, типа, они же ебланы. Они же вообще, блядь, всех хуесосят подряд. Ну, это моё мнение, я не знаю, если ты ЧВК Редановец, ну, не иди за мной, пожалуйста, блядь. Иначе я тебя ебало сломаю. Ребят, я не знал, точнее, я даже не догадывался, что вы у меня настолько сумасшедшие. Чтобы вы понимали, на создание предыдущего ролика про ЧВК Редан мне хватило всего одного часа. То есть я просто сел за микрофон, зачитал последовательно новости... Подожди, ебать, это за сколько он создал, получается? Сколько... Ай, да пошёл нахуй, короче. Из ЧЗХ18+, тут телеграм-канал, где все эти видео... Интересно, сколько длительность идёт. Чипс, пошёл в пизду. Без цензуры, собственно говоря, и публикуется. Вставил своё никому не нужное мнение, наговорил минимально на 8 минут... Так ты, в принципе, канал маразмы создал, блядь, тут... И отдал монтажёру, чтобы он мне так обычным слайдшоу из картиночек быстренько этот ролик смонтировал. И в итоге что? В тот день, а это было 28 февраля, я просто офигел следить за счётчиком просмотров. Таких рекордов мы с вами вообще... Я не знаю, кстати, а сколько... Да, блядь, короче, давай посмотрим, реально интересно, он заебал, блядь, интригует. Сколько там у него? 1,4 миллиона... А, ну нихуя, кстати, да, слушай. Да, конечно, популярная тема, ебать, а ты бы чё хотел? Чё ты хотел-то, блядь, на популярной теме выезжать, чтобы быть добр, как бы? Ну давайте не будем на это внимание обращать, как бы, ну, сами понимаете, человек, как бы, ну, фанат, ебать, чё ещё поделать Никогда не ставили Чтоб вы понимали, за 6 часов он набрал 600 тысяч просмотров, а чуть больше, чем за день, уже миллион Даже разоблачение на Никоглая так сильно не хайпило на моём канале И я не знаю, я, может быть, слишком старый для всей этой зумерской темы Кстати, кстати, по-моему, насчёт, у меня есть разоблачение на маразм Он говорил, последний видос не будет больше нихуя Никоглая выпускать А в итоге взял, бля, и выпустил ещё видос, вот козёл, бля Вроде бы так было, точно не могу обещать Вроде так было Ребята, всем привет Кто не знает, Вячеслав очень сексуальный и привлекательный мужчина Но все самое интересное происходит у него на стримах, так что приходите к нему Сука, проходи, бля, если ты смотришь просто реакции, то приходи ещё на стримы Мы тут, ну я не скажу, чем мы будем делать, но очень интересно Реально, сколько интересуют какие-то карикатурные челкари? Что ж, если это так, то, как говорится, куй железо пока горячо Встречайте следующую часть про Редановцев На всякий случай должен предупредить Что данное видео ни в коем случае не является пропагандой каких-то экстремистских организаций Если это недоразумение вообще повернётся язык так назвать Ролик создан сугубо в юмористических и образовательных целях И раз уж я сказал, что... Поняли, ребята, поняли, так что не ходите, блядь, никуда Сидите, сука, дома, не будьте ебланами Ебанами Что этот ролик в какой-то степени образовательный То хочу вам рассказать, откуда на самом деле появились те самые ЧВК Редан Сразу говорю, что на момент съёмки предыдущего ролика Я не допускал никаких фактических ошибок То есть я сказал по факту, как оно и было Что это движение появилось по большей части благодаря тому, что всякие зумерские паблики начали его форсить Но я не рассказал, откуда на самом деле всё началось Значит, есть такой телеграм-блогер Владислав Позняков К нему можно относиться по-разному, но мы... Подожди, а по-моему насчёт него, блядь, была инфа, что он умер, насколько я помню Он ещё в ВК сидел Чё-то знакомое, блядь, имя Здесь пришли обсуждать вообще не его И он в одном из своих телеграм-каналов Запостил то самое злополучное видео Драки в ТЦ Авиапарк Ещё то... Ну это, бля, в любом случае бы запостилось Такая хуйня в торговом центре произошла Как бы в любом случае бы запостилось И самой первой драки В котором челкари-анимешники С белым пауком на спине Не поделили стулья с какими-то мамкиными офниками Дальше там слово за слово Ну и завязалась драка В общем, как я уже и говорил Стандартная ситуация для торговых центров И это видео сначала появлялось в каких-то локальных беседах А после того, как Позняков её запустил В один из своих телеграм-каналов Он решил прикольнуться Нашёл какую-то рофл-группу ВКонтакте В которой подписчиков-то было полтора придурка И она так и называлась ЧВК Редан Изначально эта группа вообще была мемная Он и запустил этот мем Что якобы в московских торговых центрах Появилась какая-то опасная преступная группировка анимешников Которые называют себя Редановцы И что вы думаете, не прошло и дня Как просто все помойные телеграм-каналы Не выкупили рофла И начали форсить этот мем Подавая его на полной серьёзке А в молодёжных движухах начался вообще какой-то сюр Одни подростки примыкали к этой самой ЧВК Редан Сейчас даже я так больше скажу Просто все туда пошли Потому что это популярно ебать Вот ну реально Все нахуй туда пошли так Такую же атрибутику Я ещё этот видос в ТикТоке видел Типа, бля Мы, девушки Реданов, вопросы Юху Я так кринжанул нахуй Тебе волосы А другие подростки наоборот Выезжали в торговые центры Чтобы за ними охотиться Начали появляться первые видосы С извинениями этих самых ЧВКшников Потом появились видосы С какими-то другими драками в ТЦ Потом видосы, где Редановцы Один на один выходили Против кавказцев Против оффников Тут я вам, к сожалению Очень сильно удивился Потому что, ну, ДТ Инсайды Это такие, типа, хлюпики ебаные Такие, знаешь, типа А они пиздятся там Реально, блядь Не боятся Я вообще в ахуй, типа Когда я это первый раз увидел Услышал Не могу показать Но большинство подобных видосов Я видел в Телеграм-канале ЧЗХ18+, Если вам интересно Можете их там посмотреть Ссылочка будет в описании В закреплённом коменте Ах ты сука! Реклама! Блядь! И чтобы вы понимали Эти все движухи Распространились не только на территории России Но и на территории Украины Потому что эту новость Форсили и украинские паблики В том числе И знаете, зачем веселее всего наблюдать? Что было уже и выступление Мизулиной По этому поводу И заявление каких-то Бля, Мизулина хайпится, пиздец Ха-ха И знаете, в чём прикол? Что наши официальные лица Называют ЧВК Редан Проделками ЦПСО А украинские официальные лица Называют Редановцев у себя в стране Наоборот, проделками ФСБшников Блядь! Даже сюда политику приписали На ёбаный ваш рот Просто какие-то ДТ Инсайды Собрались пиздиться Ну и всё, блядь Какая нахуй политика вообще здесь? Просто не представляете Насколько я сильно ржал Когда мониторил все эти новости Сука, это всего лишь мем Запущенный Позняковым И который впоследствии Расфорсили всякие Помойные Телеграм-каналы Блядь, ну я слышал инфу Что там какой-то Али, блядь, есть Который чё-то там Всё это основал Вот хупа Да там не только ТГ-каналы Там вы знаете, сколько Начало появляться Всяких групп в ВКонтакте Аккаунтов в ТикТоке Хотя до всей этой движухи Был всего лишь один Устроил сходку ридановцев в Киеве И дело в том, что какие-то нефоры Реально пришли на эту сходку А вот нефоры Это осуждёнка или нет? Если чё, осуждаю Было бы не так смешно Если бы туда не приехало Местное телевидение А также наряд полиции Не знаю, для чего я это всё рассказал Но это реально какая-то Гипер смешная херня Затем объявился какой-то Якобы генерал Этих самых ридановцев Чего, блядь И где он служил, нахуй? Который, как заявлено Является чемпионом России по ММА Но я не думаю, что чемпион России по ММА Будет в маске записывать тиктоки Как он якобы является членом Группировки карикатурных челкарей Скорее всего, просто какой-то Подкачанный парень Спортивного телосложения Записал это видео Блядь, он в анимешных войсках Чисто сидел, бля Всё Наруто пересмотрел Типа такой Я генерал, ёпта Эээ, бой Чтобы поржать Ну и разумеется Набрать просмотров То есть, как я вам уже и сказал Это обыкновенный мем Который вышел из-под контроля И для молодёжи У которой Шилла играет в одном месте Превратился в своеобразный квест Разумеется, правоохранительные органы Не отреагировать на это не могли И на крупные торговые центры В Москве начались облавы А именно Это даже у нас в городе было, бля Даже у меня, нахуй В моём, сука, городе Ну, реально, вот эта хуйня была Это пиздец Я был в охуе Приезжали по 10 машин с ОМОН-овцами Заталкивали всех этих зумеров в автозаке И они такие просто тупые Я хочу вот высказать своё мнение по этому поводу Вот смотри, блядь Есть люди обычные, да? У них есть своё мировоззрение За что их пиздить? Вот, например Типа, есть лысые дяденьки всякие Которые пиздят там кого-то Из-за того, что у них волосы тупо длинные Это полная хуйня Есть ЧВК-ридановцы Которые пиздят этих лысых дяденек, блядь За то, что... Ну, вряд ли они пиздят их за то, что они их пиздят Просто там тоже у них... Короче, насколько я знаю ЧВК-ридан пиздят вообще Кого угодно Вот реально, блядь Вот кого угодно нахуй Просто за их там какое-то Ну, блядь, мировоззрение Это полная хуйня, я считаю Возили в участок И опять же, самые жёсткие задержания Вы увидите, сами знаете, в каком телеграм-канале И сами знаете, где находится на него ссылочка Дошло даже до того, что в Госдуме обсуждают ситуацию с ЧВК-риданом И можете даже прослушать отрывок из речи Мизулиной Опа Движение Ридан, они состояли в основном из так называемых Дэд инсайдеров Покурников игры Дота 2 Чего, ебать? Конечно Она вообще на приколе, ебать Тренд, к сожалению, не увидела наше государство Увидели ЦИПСО Украины И присоединились тоже к тиражированию этой темы А, конечно А кто, кто автор идеи? Ох, не расскажу Чё, серьёзно? У неё Твич здесь, чё-то там Ги А кто это? Секрет Это секрет, да Для детей и подростков это был бы шок Я бы сказала так Но знаете, что в этой ситуации нифига не смешного? Так, подожди, если она носится здесь Твич, ебать, то получается, ну не забанят? А, Твич дичь! Хуясе Что всякие мамкины оффники Что всякие гости столицы с Северного Кавказа Начали вылавливать обычных ребят с неординарной внешностью И срезать им волосы, растаптывать их в кофту Опять же, сами знаете, где подобные видосы без цензуры И самый прикол, что большинство из этих ребят Даже вообще не причисляют себя ни к какой субкультуре То есть это просто пацаны с длинными крашенными волосами Которые Повторяется 2007 год, когда были вот эти эммо Ну я не знаю, правда, что они делали вообще за эти субкультуры Вообще не шарю Да и в рот их ебись, реально Нахуй они нужны И чем-то внешне напоминают ридановцев Которые подвергаются унижениям Только потому, что они своим внешним видом Якобы напоминают субкультуру ридановцев Например, недавно промелькнул видос Как один мигрант Ой, то есть я хотел сказать весьма необходим Кто это? Кто это вы? Это крутой 872 из тиктока, бля, или как? Симый для нашего государства иностранный специалист Просто так выловил в торговом центре какого-то челкаря И начал докапываться до него, что якобы тот из субкультуры ридановцев Да мало того, что докапываться А при этом всем еще и довольно жестко его, ну вы поняли На ютубе, к сожалению, такую признать Ну вы поняли, трахать И знаете, что ответил батя этого иностранного специалиста? Что он, оказывается, дрался против представителя националистической группировки Ну, в принципе, стандартная отмаза Ну вы сами знаете, что если дети горка вот избирают То этот человек, безусловно, являлся националистом Если говорят там, называется пауки Да, он безусловно, фашистов Поэтому что я тут хочу сказать? Понятно, что вся эта движуха с ридановцами утихнет довольно быстро Так, кстати, я тоже думаю, что она прям очень будет уже типа через месяц Все забудут нафиг, кто это, что это и так далее У меня сегодня в городе была встреча этих ебланов Я там не был, но мой друг пришел посмотреть И говорил мне то, что там было человекство Но прикол в том, что полиции было еще больше И многих повязали Да это полная хуйня Так всегда, в принципе, так всегда Когда какие-то вот собрания большие Там всегда полиция и всех очень быстро вяжут Поэтому вообще нет смысла толпой собираться Я вот прям вообще не удивлюсь Это тупая хуйня, уже больше показуха сейчас Вот, ну, может быть, начиналось это все как что-то действительно с какой-то целью Сейчас это полная хуйня, я больше чем уверен Сейчас наше правительство аниме Hunter x Hunter вообще посчитает экстремистским произведением А символику с пауком экстремистским символом И быстренько пыл в глазах новоиспеченных ридановцев резко угаснет И тут я хочу обратиться к молодежи Если у вас даже играют гормоны И вам хочется поучаствовать в конфликтах, с кем-то подраться То, пожалуйста, воруйте у мамки 2000 рублей Шучу, так, конечно, делать не надо Просите у мамки 2000 рублей Покупаете себе самые дешманские боксерские перчатки Идете в ближайшую секцию Да, нахуй просто идешь в секцию какую-нибудь записываешься И пиздишься там с чуваками, которые уже что-то более-менее умеют, блять Которые адекватные и никуда не вступают В секцию по боксу И там спаррингуетесь с равными себе Но если в вашу светлую головушку вдруг поселилась идея Совершать какие-то вылазки в торговые центры И нарушать там досуг обычных посетителей То потом не жалуйтесь, когда бутылочка из-под доброй кола Окажется у вас в очень интересном месте Хорошая ссылочка, но не коглая, блять А также хочу дать совет пацанам с неформальной внешностью К ним можно относиться как угодно Я и сам таких недолюбливаю Но подходить и докапываться до человека Только основываясь на его внешнем виде А в смысле недолюбливаешь? Я не понимаю, за что нахуй? Ну вот посмотри на него, блять Ну у него просто нахуй волосы длинные, блять И пробито ухо За что его пиздить? Вот какой еблан просто вот, блять, пойдет и даст ему пизды? За что? За что нахуй? Я не понимаю, вот реально Особенно когда ты понимаешь, что этот человек однозначно тебя слабее Я считаю самым настоящим мразцом И поэтому во избежание того, что к вам подойдет очередной лысый мамки-нофник Или очередной, безусловно, добропорядочный гость Осуждаю, а что в чате было? Кавказа То я вам советую однозначно носить с собой перцовку А если даже с вами что-то и сделали И вы не смогли дать сдачи То не бойтесь идти и писать заявление Даже если соплеменники избившего вас бастуэка будут говорить, что у них есть какие-то связи Что их там диаспора отмажет Ни в коем случае на такие угрозы не ведитесь Ребята, если что, это сейчас не было оскорблением всей нации Я говорил про конкретно вот таких отбитых экземпляров Которые считают, что они находясь в чужом культурном поле Могут себе позволить безнаказанно докапываться до людей за их внешний вид Что ж, а на этом у меня все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И обязательно Да, бля, на самом деле тема-то интересная Но хайп быстро пройдет, я больше, чем в этом уверен, господа Поэтому что могу сказать Подписывайтесь на мой канал Нас уже 8 тысяч, ребят Всем спасибо Ставьте лайки Приходите на стримы Ежедневно в 18.30 по московскому времени А еще ныряйте в описание Там есть ссылка на телеграм-канал Тоже туда залетайте, ребят Всем спасибо Всем пока, бля, получается Паукедова Пока-пока-пока